Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как всегда, мы в эфире встречаемся с нашими коллегами, российскими бизнесменами, разговариваем о их жизни. Тема сегодняшней программы – сервисы по обмену и продаже модных вещей. И вопрос, который мы сегодня вывели во главу угла, хотя, может быть, и другие вопросы более важные в процессе беседы возникнут. Вот. Вопрос звучит так. Смогут ли они конкурировать с магазинами? Сервисы по обмену и продаже модных вещей смогут ли конкурировать с магазинами? Вот об этом мы сегодня говорим. И я представляю гостей. Гости в студии – Дмитрий Саушкин и Никита Шелинок, сооснователи сервиса Bumi.ru. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемые слушатели, значит, вам традиционно я хочу напомнить, что есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого существует телефон студии 6510996. Код Москвы495. И есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и ответьте на этот, который, повторю еще раз, мы сегодня вывели в качестве темы для разговора. Смогут ли сервисы по обмену одежды конкурировать с магазинами готового платья? Ну что ж, давайте начнем разговор. Традиционно первый вопрос у меня ко всем гостям и к вам, уважаемые друзья. Как, собственно, случилось, да, как жизнь сложилась, что именно этот бизнес вас стал прельщать? Дим, давайте я, наверное, расскажу. Идея вот этого сервиса, она появилась осенью 2011 года. Появилась она у моей жене Светланы. И, соответственно, вот чем больше мы разговаривали на эту тему, тем больше как-то приходили к пониманию, что, в общем, в этом что-то есть. Потому что вот такого рода вещи по обмену, продаже, вещи, они очень часто происходят в оффлайне между подругами. И мы задумались на тему того, как перенести эту тему в онлайн. И, соответственно, в феврале мы познакомились с Никитой. Познакомились с Никитой сначала по скайпу. И в марте Никита уже приехал из Дании полностью на вот этот проект Никита. То есть Никита на тот момент жил в Дании, да? Да, да, да. У меня там было агентство, я закончил образование в Дании. Вот, была идея перебраться в Москву, но не было причины. Причины, да. И вот она появилась. Проект, который затрагивает e-коммерцию, моду. Это девушки, красота и цифры. Ну, это все, что я люблю. Да, все, что я люблю, да. Чем я живу. Кстати, а как случилось так, что вы в скайпе? Случайно ты на Никиту наткнулся? Нет, я на самом деле у Никиты изначально хотел логотип попросить сделать. Ну, а дальше чем больше общались, да. Целевое знакомство такое. Да, все вот. Тема срослась, мы поняли, как Никита говорит, что у нас есть химия. Ну, и, в общем, дальше уже песня сложилась. Ну, здорово, здорово. Это хорошо, когда песня складывается. Я для слушателей, прежде всего, хотел бы такую, ну, я так понимаю, с вашей подачей такое пояснение. Вот Boomy Fashion, я в интернете это читаю. Это смесь авторского бутика, европейской барахолки онлайн и социальной площадки для людей, которые любят часто обновлять гардероб. Ну, дальше еще уважают секонд-хенд в лучшем смысле этого слова. Это отдельно, если можете, если позволить я вопрос, да, что такое секонд-хенд, и тем более в лучшем смысле этого слова. А вот три определяющих, так сказать, да, вами, я так понимаю, три определяющих постулата. Это авторский бутик, это европейская барахолка онлайн. Ну, главное слово онлайн, наверное, здесь, не барахолка все же. И социальная площадка для людей, которые любят, ну, в общем, люди по интересам объединяются. Вот эти три параметра, да, три мотивационные такие составляющие, я хотел, чтобы вы прокомментировали. Какая во главе угла стоит из трех, и, собственно, как формируется, да, что ли, вот эта вот общность ваша, да, исходя из того, что... Давайте я, наверное, в двух словах расскажу чуть более подробно о проекте. Целью основного проекта, вот как мы ее видим, это сделать фэшн, сделать стильные вещи доступнее людям. Это вот, ну, как бы, вот основное, зачем мы все этим занимаемся. И каким образом мы можем... Извини, пожалуйста, я тебя перебью, я вдруг вспомнил опять, ну, не вдруг, точнее, я вспомнил твой рассказ, да, как бы пришла идея. Вот жена, да, жена говорит, мы меняемся с подружками, вот, и ты вдруг, ну, я, может быть, даже себя на твое место поставлю, моя жена мне говорит о том, что вот мы с подружками часто меняемся шмотками, вот, и я вдруг подумал, это же выгоднее, чем постоянно ходить и тратить на новые вещи, что ты их не носишь практически. Ну, как минимум долго ты их не носишь. Давай лучше ты меняйся, действительно, я тебя в этом поддерживаю. Да, и здесь, как бы, важный момент в том, что, с одной стороны, человек покупает вещи, которые ему по каким-то причинам не подходят, и у человека появляется возможность, площадка, где он эти вещи может быстренько либо продать, либо обменять. Сейчас мы, наверное, говорим в большей части про продажу, потому что вот на нашем сайте, наверное, 90% сделок, которые идут, это все-таки сделки продажи, а на обмен приходится там сейчас около 9%. Вот, и с одной стороны, мы даем продавцам возможность продать вещи быстро, удобно, причем под продавцами мы понимаем как частных пользователей, так и, как мы их называем, вендоры. То есть это бутики, это те люди, которые сегодня продают вконтакте, в группах, это те люди, у которых есть, например, интернет-магазин или шоу-рум, но они не знают там, как продвигать или как продавать эти вещи. А эти люди торгуют тоже уже бэушными вещами? Нет, у нас есть и новые вещи, и бэушные вещи, и есть пользователи, которые точно так же могут продавать как новые вещи, которые по каким-то причинам не подошли, так и ту вещь, которую, например, вот среди нашей аудитории есть люди, которые купили платье, сходили на мероприятие, второй раз они не могут выйти. Да, это неприлично, конечно. Да, и поэтому, в принципе, все они наша аудитория, и вот это количество вещей, но как раз-таки формирует предложения для пользователей. Я так правильно понимаю, да, вот эту девочку мы возьмем, о которой ты сейчас начал рассказывать, вот она купила платье, да, шикарное, все ей подошло, сходила на мероприятие и понимает, что в следующий раз она уже не может в этом пойти, это так устроена жизнь. Да. Смотри-ка, и у нее нет другой возможности это платье продать, как, ну, например, да, позвонить подружкам, сказать, девчонки, вот у меня есть такое, ну, те могут тоже, да, отказаться каким-то образом. То есть это вот единственный случай, единственный выход из положения. Нет, конечно, Никита, может быть, расскажи про альтернативы. Так, еще раз, у нее есть платье. Да, да, она разочек сходила, да, и говорит, все, второй раз не пойти, я его буду продавать. А где она сможет это сделать, ну, за исключением вашего ресурса? Ну, да, мы сейчас видим три главные альтернативы, это сайт Авито, где у тебя, конечно, твое красивое платье будет перемешано вместе с другими вещами, которые не поддержат модерации, да. Это социальные группы ВКонтакте, Фейсбуке и, что у нас? Ну, это, наверное, подружки. Да, это подружки, это офлайн. Ну, это вот маленькая все-таки аудитория. Достаточно, да, узкая, узкая, конечно. Подружкам продажа. С нее мы начинаем. То есть, по большому счету, не так много альтернатив. Альтернатив немного, да, и, в принципе, вот тот ресурс, который мы создаем, он специализирован по отношению к моде. Если, например, посмотреть, что такое Авито, ну, это большой портал. Вот это как раз барахолка, если, да, вот то, что я читать начал сейчас, вот это как раз Авито, это барахолка. Безусловно, то есть там вещи не модерированные, и учитывая, что там огромное количество категорий, вот найти что-то в фэшене гораздо сложнее. Мы все-таки видим наш проект, это вот более такой специализированный ресурс. Сегодня мы начали с фэшена. Вполне возможно, что в будущем мы добавим какие-то дополнительные категории, например, там детские вещи. Но вот каждая из категорий, она должна быть там полностью специализирована. То есть это вот наше, ну, как бы вот наше, наше видение развития. Тут надо еще понимать, что понятие секонд-хенд, барахолки, продавать, покупать чужую одежду для российского обывателя, немножко понятие новое. И мы начинаем сейчас работать, в первую очередь, с адептов. Никита, подожди, ты, конечно, как человек западный, да, уже не с некими западными ментальностью, да, ты так дипломатично назвал. Но понятие секонд-хенд и барахолка для российского это новое. Это не новое, это как раз хорошо запытое старое, да. И более того, это, как правило, секонд-хенд и барахолка, это ассоциации абсолютно, исключительно негативные. В этом смысле, кстати, тоже очень важный вопрос. И меня он, естественно, интересует, и я его вам задам, может быть, даже и сейчас. Насколько вы, да, способны бороться с ментальностью, с устоявшейся неким таким стереотипом, что ношеные вещи это плохо? Да, на это есть ответ. Мы очень четко разделяем аудиторию на мейнстрим и инноваторы, адепты, можно назвать их так. То есть мы не пытаемся сейчас пихнуть наш сервис в массы. Он его не примет, мы к этому не готовы. У нас нет столько ресурсов, как финансовых, административных, доказать это. Но мы сейчас, опять же, как я сказал, мы начинаем с адептов. Вот мы говорили про этих девочек, у которых есть альтернативы, и они задумывались продать или обменять свое платье. Мы их приглашаем на наш сайт, и там конверсия, она очень хорошая. То есть как минимум двое, да, две из пяти девушек, они соглашаются перейти на наш сайт. А иногда доходит до 8-10. А вы где их отлавливаете? Вот в этим самым… Ну это прямая коммуникация, мы видим, что они ведут какую-то активность, там, например, в сообществах, в ЖЖ. То есть мы лично предлагаем, то есть оцениваем их ассортимент, предлагаем перейти к нам на наш сайт, и они с легкостью соглашаются сейчас. Я, Олег, наверное, еще пару слов скажу, вот как побороть вот это отношение, что second hand – это плохо. Во-первых, вот все вещи, которые есть на сайте у нас, они все модерируются. То есть они вручную отбираются нашими менеджерами, и, ну вот, наше кредо, что на сайте, вот даже у нас сейчас есть порядка 8-7 бутиков, которые продают новые вещи. Мы не берем у них все вещи, мы берем только те, которые, как мы считаем, они достаточно… Вашу концепцию, да? Да, вкладываются вот в нашу концепцию, и будут интересны пользователи. Я понял, я понял. Дима, сейчас прервемся, мы послушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Друзья, давайте продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Дмитрий Саушкин и Никита Шалинок, сооснователи сервиса Бумми.ру. А тема нашего эфира – сервисы по обмену и продаже модных вещей. Смогут ли они конкурировать с магазинами готового платья? И как, собственно, этот бизнес приживается в России? Вот, кстати, Дима, давай продолжим. Мы остановились, да, уходили на новости в разговоре о том, что, ну, некий стереотип такой есть российский, да, ментальность российская, все-таки с опаской относится к ношеному, да, к ношеным вещам. Как ты на эту проблему смотришь? Вот я, наверное, еще хочу сказать пару слов про мировые тренды. Вот в 2012 году в топ-12 мировых тренда вошел так называемый тренд английский – рекоммерс, который говорит, что хватит покупать новые вещи, давайте более правильно использовать старые. Вот это более правильно, точнее, да, поясни, пожалуйста, о чем идет речь здесь? Правильно имеется в виду в том, что, ну, вот самый очень грубый пример, если вам нужна дырка в стене, не обязательно для этого покупать дрель. Для этого можно, то есть, купив дрель, она будет лежать у тебя там на балконе еще 10 лет. Гораздо проще взять эту дрель там на время, на один день просверлить две дырки и отдать. Логично. Вот это касается, в общем, всего. Вот апологетом этого стиля движения, наверное, выступил сайт Airbnb, значит, который позволяет пользователям сдавать в аренду свое жилье, ну, вот частным людям. И, соответственно, тем, кто путешествует, останавливается в этом жилье. Вот этот тренд, он, ну, как бы, компания зародилась в 2008 году, у них достаточно медленно шел рост, потому что люди, вот, американцы, они сначала не понимали, ну, как так, вот, мое жилье, у меня там мебель, у меня там хозяйство, я кому-то его сдам. Воспоминания у меня там, да, и вдруг кто-то чужой зайдет. Да, и вот на интервале, наверное, двух лет ситуация в корне изменилась. У них, они сейчас, ну, вот, боюсь соврать, но они, по-моему, в сутки совершают около миллиона сделок, вот, по аренде жилья. То есть, сейчас вся Америка привыкла, Европа привыкла. И, вот, многие американские экономисты говорят, что подобного рода тренды, они станут все более актуальны в мире, касаясь всего. Временного владения автомобилем, временного, ну, как бы, вот, аренды жилья. То есть... Ну, давай мы, если можно, да, давай сформулируем идею-то этого тренда. То есть, я, как человек, которому не нужно покупать дрель для того, чтобы, как ты привел... Значит, моя идея какая, да, что я не покупаю нового, а воспользуюсь чем-то уже имеющим, у кого-то уже имеющим. Они это очень красиво называют. What is mine is yours. Что мое, то твое. Что мое, то твое. Ну, а там уже конфигурации бывают разные, да. Хотя, с другой стороны, да, и ты говоришь, что эти тренды, они могут в разных, да, отраслях нашей жизнедеятельности возникнуть. В том числе, вот, направление одежды, потому что, вот, мы видим, что, ну, в том числе на Западе появилось огромное количество проектов, которые, с одной стороны, выступают, вот, ну, вот, наша концепция проекта Bumi, это marketplace. Мы создаем площадку, на котором продавцы продают, покупатели покупают, и вокруг этого может быть нанизано большое количество всяких бизнесов. Это и стилисты, это и службы доставки и прочее. И, соответственно, вот, на Западе точно так же, вот, проект, на который мы сейчас очень активно смотрим, это, наверное, Etsy, ну, в России его говорят, Etsy. То есть, это вот такой marketplace платформа, на которой люди, которые делают что-то руками, вот, ну, дизайнеры, дизайнеры из народа, они продают вещи. Проект жутко популярный, он растет сейчас, там, ну, каким-то немыслимым темпом. Это где он еще раз? Он сейчас уже, он зародился в Америке, как обычно, сейчас уже в Европу, да, и стал мировым, и в России, в общем, он тоже. Но это marketplace для, я даже сейчас прочитаю их слоган, это, они говорят, что мы глобальная площадка для винтажных и вещей, сделанных руками. Своими руками, да. Своими руками, да. Мы говорим, что мы все-таки такой social fashion marketplace, то есть, это площадка, на которой вы можете продавать друг у друга, на которой вы можете группироваться в некие сообщества, и, соответственно, вот, ну, это могут быть там сообщества по интересам с разными стилями. Причем не обязательно интересы, связанные с модой, все-таки, мне кажется. Ну, в целом, конечно, преимущественно, конечно, с модой, но, в общем, то есть, мы не хотим стать вторым в Facebook или ВКонтакте, но вот. Ну, учитывая, да, что мы в 21 веке живем, что в любом случае, да, это нельзя исключать, да, это нельзя отбрасывать, потому что, да, народ сейчас живет в интернете, и вполне логично. Кстати, ваш-то магазин онлайн, онлайновый, да, извините. Да, сейчас оффлайн идет в онлайн. Совершенно верно. Очень активно. Так, хорошо, хорошо, тогда давайте выяснимемся, собственно, к началу, значит, еще раз я напомню, это Boomy Fashion, это смесь авторского бутика, европейской барахолки онлайн и социальной площадки людей, которые любят часто обновлять. Вот по поводу бутика еще раз, да, поподробнее, пожалуйста, это вот как раз то, да, о чем мы тоже начали разговор, что это не огромное количество всякого-всякого непонятного, а у вас есть некая модерация, поподробнее расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, у нас представлены бутики, то есть, это небольшие компании, которые продают свои вещи, во-вторых, у нас представлены дизайнеры, сейчас вот Никита расскажет о них. И в-третьих, у нас есть, как бы, вещи от пользователей, которые мы точно так же, во-первых, смотрим, насколько они подходят, вот, концепцию нашего сайта или нет. Да, у нас на сайте мы активно привлекаем дизайнеров, не все соглашаются, но кто-то с нами уже работает, у нас есть Даша Гаусер, Бордеева, Страханцева, вот, и так далее. Вот, как мы видим решение для них? Просто на рынке есть большое количество мелких игроков, и там есть такой кейс, что они хотели бы продавать, они знают там, что такое классно, что такое модно, но не все любят заниматься коммерцией, цифрами, интернет-маркетингом и вообще туда, то есть, лезть. Вот, поэтому мы видим относительно, как бы, какое-то решение для них. Загрузить свою вещь, а дальше мы там уже ее продадим сами. А за это мы, конечно, будем брать комиссию. Вот, это важно, потому что сейчас следующий разговор, да, достаточно важный. Каким образом зарабатывает-то Ваш проект? Ну и, в принципе, каким образом эти проекты зарабатывают? Правда ли или действительно ли, да, что основная, основной способ монетизации, это, собственно, вот, Ваш сайт, да, услугами, которыми пользуются многочисленные клиенты? Или есть еще какие-то точки? Ну, с точки зрения монетизации, большинство сайтов и западных, и мы, наверное, не исключение в этом плане, берут процент от сделок или процент от загруженных вещей, как, например, поступает Etsy. В нашем случае мы четко нацелились на модель монетизации, как процента от сделок, тех вещей, которые проданы на сайте. Вот, первое, с чего мы сейчас начинаем, это монетизировать сделки тех бутиков, тех дизайнеров, которые представлены на сайте. И второе, которое для нас чуть более сложное, но, тем не менее, абсолютно, как бы, решаемая задача, это монетизация уже сделок между пользователями. И в России, конечно, в этом плане гораздо сложнее, наверное, по сравнению, там, с той же самой Америкой и Европой. Потому что у нас очень неразвитые транзакции по электронным картам, там, какие-то онлайновые платежи и прочее. Вот тот же самый Etsy, там человек находит вещь, и он прям сразу же может, заплатив карты, купить эту вещь, и эту вещь надежно американская почта доставит там на следующий день. У нас с этим, конечно, все чуть-чуть сложнее. Интересно, а у нас, я так представляю, да, что, значит, вещь понравилась, я пишу ее владельцу, потом мы созваниваемся, договариваемся встретить где-то, да, у метро, в подворотне, он привозит мне эту вещь, я ее в подъезде меряю. Потом расплачиваем все так же. Я вспоминаю всю эту молодость, свою юность, когда еще мы жили при Советском Союзе, и таким образом, кстати, да, вот тогда были спекулянты, которые привозили джинсы. И вот мы так примерно, я помню, здесь на Пушкинской была такая, было место, место продажи джинсов, и в подъездах народ заходил, мерил, забавно сейчас вспоминаю. Ну, в принципе, отчасти так и есть. Так оно и есть, да? Часть пользователей договариваются встретиться около метро. Вот, и там есть, конечно, уже дополнительная проблема, то, что, если не подойдет, мы ездили, да, вот. Ну, конверсия есть, активность есть в этом плане. Мы, конечно, будем им помогать и дальше исследовать. А у вас возможности есть там расплатиться, тем не менее, безналично? Вот сейчас нет. Вот эту штуку мы реализуем где-то к середине апреля, потому что мы хотим сделать безналичную оплату, и более того, у нас даже уже есть запросы, например, пользователи, которые живут в разных городах. А сейчас, пока они мало доверяют друг другу, они говорят, что вот хорошо бы, чтобы у вас было некое средство или там инструмент, когда я там заплатила деньги, но мне гарантированно вот этот товар доставили бы. И вот мы, в принципе, как раз... А, кстати, если вспомнить Америку, да, и вот, собственно, ресурс, который ты вспоминал, там эти гарантии кто дает? Там дает гарантии ресурс, там как раз-таки задействована вот эта схема платежей, которая называется escrow account, безопасный счет, на который покупатель перечисляет деньги, а продавец получает эти деньги в тот момент, когда услуга, сервис оказанная. То есть, когда он получил... Да, да, да. Мы, в принципе, хотим двигаться в этом же направлении, мы абсолютно понимаем, что вот с этим будут сложности, ну, связанные вот с Россией, но, тем не менее, вот могу привести в пример Китай, когда, например, крупнейший там есть сайт Taobao, на котором можно купить, ну, абсолютно большие там бесчисленные миллионы вещей от продавцов, вот именно физических лиц, и на сайте нельзя зарегистрироваться, если ты не плачешь картой. В Китае точно так же народ не любит платить картой, но, тем не менее, они идут на это, они регистрируются на сайте, и, в общем-то... Ну, это здорово в Китае, да, это на самом деле, да, такой пример достаточно яркий всегда, когда мы сравниваем с Китаем, но, опять, если вернуться к реалиям российским, вот, предположим, да, вы говорите, вот у нас такой фильтр есть, вы можете зарегистрироваться только если и карточку еще введете. Нет, ну, безусловно, безусловно, у нас не стоит задача, потому что таким образом мы, конечно, существенная часть пользуемся. Конечно, сразу же. То есть, вот, в каком направлении мы думаем, это, безусловно, некая там, вот, офлайн, ну, есть онлайн, есть офлайновая составляющая, мы думаем о развитии вот этой офлайновой составляющей. А как она выглядеть должна? Ну, смотрите, вот, например, вот есть такой проект Poshmark, это тоже американский проект, у них вот в определенное время, заданное, например, там, в 8 часов вечера в пятницу происходит вечеринка, на которой продаются, там, коктейльные платья. И все люди заходят онлайн, вот, в это время в 8 часов, и у них там происходят очень быстрые транзакции. Есть, есть, как бы, проекты, которые говорят, что вот сегодня мы собираемся в этом месте, в этом, там, ночном клубе, или, там, я не знаю, там. У этого метро. У этого метро. У этого метро, да. И вот там происходят вот такие вот социальные акции. Дима, извини, я прерву, сейчас мы новости послушаем, а потом, да, продолжим, это интересно. Итак, друзья, продолжим, продолжим бизнес-класс на Финам.фм, тема сегодняшней сервисы по обмену и продаже модных вещей, ну, бог с ним, я так понимаю, что конкурировать с магазинами готового платья особенно и не нужно, потому что, да, у них своя задача, у вас своя задача, тем более, что и среди ваших, так сказать, клиентов, можно так сказать, да, клиентов есть и магазин готового платья, в конце концов, правильно? Вы знаете, я бы вот еще, Олег, наверное, пару слов скажу на эту тему, что мы хотим сделать, по сути, вот представьте покупателя, девушка, которой нужно там купить платье, а в сегодняшней ситуации ей нужно там либо обойти бутики, либо там обижаться. Огромное количество, я тебе по секрету скажу, хотя ты наверняка знаешь, ты же женатый человек, что девушка с удовольствием этим займется, потому что это для нее будет праздником, а ты ее праздника лишаешь, по сути. Я согласен, что такая тенденция поведения есть, но с другой стороны, вот я сам лично наблюдал большое количество раз, когда девушка сидит в рабочее время и занимается пролистыванием каких-нибудь сайтов, выбираете платьишко, туфельки. И вот наша задача, то есть мы не хотим конкурировать с бутиками, с магазинами, там готовая одежда, наша задача собрать на одном ресурсе вот то, что понравится любой девушке, а потом еще показать ей это таким образом, что она скажет, все, хочу, не могу и быстренько купить. А как, кстати, вот показать таким образом? Я так понимаю, у вас есть какие-то фишки, да, в этом смысле? Как вообще сайт-то устроен? Он какой-то оригинальный или он похож во многом там на подобные? Ну, нет, в каком-то плане он достаточно оригинальный, потому что мы не хотим отменять правила, которые работают в коммерции, это очень строго, то есть есть какой-то определенный чек-лист, там 20-100, 200 правил, как должно быть, как должно все работать. Вот, а в плане инноваторства, да, мы пытаемся исследовать вот сейчас поведение пользователя и придумать, может быть, что-то уникальное, но какие-то классические моменты мы не отменяем. У нас есть карточка продукта, у нас есть фотографии. Ну, глупо было бы, да, если ваша инновация заключалась в том, что вы все с головы на ноги поставили бы, да? Ну, конечно. Ребята, заходите, правда, тут ничего непонятно, да, ничего не видно, тут темнота, но зато вам понравится. Ну, вот, с другой стороны, еще, наверное, два момента могу сказать. Первое, в интернете, конечно, продает качество картинки, качество фотографий, поэтому чем качественнее мы там отберем те фотки, которые будут на сайте, тем выше вероятность, что вы эту вещь купите. Второе, наверное, ну, есть, опять-таки, там несколько гипотез, вот, я, может быть, на тему лука скажу пару слов, моя любимая тема в последнее время, что, ну, опять-таки, есть некая гипотеза у нас, которую мы хотим протестировать в самое ближайшее время, что люди готовы покупать вещи вот в полном составе луком, то есть кофточка, платье, к ней сумка. Луком это называется, да? Ну, да, то есть это набор вещей, собранные вместе. То есть, ну, как бы, суть в этом может быть в том, что люди у нас покупают вещи импульсивно, спонтанно, как правило, пошла за кофточкой, купила сумку, пришла домой, сумка не подходит к плащу. Купила плащ, не подходит там к сапогам. Ну, там дальше можно долго продолжать. Да, и здесь, как бы, суть в том, что мы хотим попробовать, вот, предложить в том числе бутикам, нашим вендорам и пользователям механизм продвижения вот через вот эти луки. Я не знаю, насколько эта тема сработает или нет, но, по крайней мере, вот, наверное, к апрелю мы будем уже иметь ответ, что работает это или нет. То есть, в России можно эту тему... Нет, да, я думаю, что это может быть именно связано, что оно не совсем пошло, да, и потому что это Россия, или, там, опять мы будем говорить о некой ментальности, вот, но логика в этом есть, и тем более я прекрасно знаю, что на Западе это работает. На Западе это работает, да. Картинка, когда все сразу, да, весь, вся форма одежды, собственно, да. Да, тут прямая параллель с магазинами, когда приходишь в магазин, там стоит обычно манекен. Да, да, и на нем все уже, на нем все, да. Не надо фантазировать. Да, что, подобрать, да, сумочка, туфли, автомобиль. Да, примерно. Красненький. Ну, это нормально. Так вот, давайте вернемся к социальной составляющей, да, вашего бизнеса, ну и бизнеса похожего. Надо сказать, вот что. Вопрос важнее. Вы одни такие в России сейчас? Или все-таки вы чувствуете, кто-то вам в спину дышит, или рядом плечо кто-то пошел, значит, на обгон? Есть конкуренция? У нас нету, наверное, прямой конкуренции. У нас очень много косвенных конкурентов. В лице? Ну, знаете, с одной стороны, вот, Яндекс. Яндекс. Одежда, по-моему. Гардероб. Гардероб, да. То есть, да, это наш косвенный конкурент. Яндекс уже и к одежде добрался. Да, но... Яндекс. Пробки я знаю хорошо, но Яндекс. Одежда не встречалась. Гардеробом не получится. Вконтакте, наверное, тоже наш косвенный конкурент. Вот вконтакте скорее, да? Потому что, во-первых, это социальная сеть, некое социальное объединение по интересам. И один из интересов, давайте девчонки меняться. В том числе, да, обмен и продажа вещей вконтакте очень активно сейчас происходит. Другое дело, что вот по нашим наблюдениям, как бы, группа одежды вконтакте не уменьшилась, но вот активности там стало чуть поменьше. То есть, там нужно слишком, ну, грубо говоря, аудитория вконтакте стала реже покупать вещи. А активность, как ты вот, во-первых, отследил это, а во-вторых, по какой причине она снизилась? Ну, в общем-то, с одной стороны, мы находимся, ну, как бы, общаемся постоянно там с людьми, которые ведут группы и продают там через вконтакте. Ну, то есть, вы изнутри все это, да? Да, и многие говорят, что да, вот последний год-полтора вот этот уровень активности, ну, как бы, сейчас снижается. Может быть, часть аудитории, ну, как бы, уходит, вот та, которая раньше покупала активно вконтакте, уходит на какие-то другие ресурсы, возможно. Становится взрослее, может быть, да? Вполне, да, вполне возможно. Но, тем не менее, да, это вот, как бы, один из конкурентов, которых мы тоже там рассматриваем. Ну, в любом случае, их немного, смотри, даже те, если считать все те, которые ты назвал, их всего два. Ну, Авито, безусловно, да, Авито. Да, ну, вот чем, наверное, чем мы отличаемся от Авито? От Авито мы должны отличаться именно вот этой социальностью. И для нас, что... Узкой такой, да? Да, мы узконаправлены. Мы не говорим, что мы покрываем все, но мы вот хороши только в том, только в направлении фэшн сейчас. Вот, что для нас социальность? Социальность – это, ну, вот для нас, наверное, как разработчиков ресурса, социальность – это, безусловно, хороший способ получения аудитории. Потому что для того, чтобы Авито получить аудиторию, Авито нужно потратить деньги на контекст, на SEO, на рекламу, на прочие вещи. Мы хотим создать некий движок, который будет настолько интересен пользователю, что пользователю будет выгодно и интересно пригласить туда своих друзей. Причем, как те, кто покупает, так же и те, кто продает. Просто, да, мы знаем, что сейчас в этих группах по обмену, по продаже вещей у среднего пользователя есть еще четыре подруги, которые тоже участвуют в этой группе. Поэтому, опять же, мы хотели бы это поведение перенести к нам. Это здорово, это логично, по крайней мере, да? Я подумал о том, что, наверное, начиная с интереса, да, вот этой социальной группы, интерес, связанный с фэшн, да, с модой, эти интересы могли бы каким-то образом, да, множиться, шириться. Безусловно. Это может быть, да, добавится музыка туда, я не знаю, там, что-то. Ну, музыка, это, наверное, другое направление. То есть, это может быть, опять-таки, вот, знаете, когда мы начинали только вот наш стартап, мы, в принципе, рассматривали для себя большое количество категорий. Мы вот решили начать с одежды. Почему? Потому что потребность возникает очень часто. Второе, ну, это очень большая категория вот в денежном выражении. И третье, это очень большая вовлеченность в это. Потому что, например, ну, я не знаю, там, ремонт человек делает раз в 10 лет, 8 лет. Причем все 8 лет он это делает, считается, что это один. Да, и говорить о ремонте, наверное, менее прикольно, чем, например, говорить про одежду. Поэтому вот... Не, ну, я думаю, в принципе, да, вы молодые ребята, ну, о ремонте, хотя, наверное, никому не вредно говорить. Не вредно, да. Да, мода, вот Никита же сформулировал сразу, там, много хороших, красивых людей. Тут обычно есть группа из четырех направлений, которые всегда живут вместе. Это мода, это аксессуары, это детская одежда, это хоум, это домашний... Ну, это интерьер. Интерьер, да. Вот, и они обычно всегда живут вместе. Мы, когда смотрели на западные проекты, которые вот двигаются дальше, уже там, полетели, да, по другую планету, вот они начинают работать в этих направлениях. Для нас это тоже составляет... Конечно, да, и, соответственно, у вас есть, да, вот прямая дорога. Кстати, я Никите хочу задать вопрос. Вот 10 лет он прожил в Дании, да, ему там стало скучно, скучно. Он, наконец-то, услышал, да, от Димы предложил, и бежать сразу в Россию, и давай. Ну, это нормально, да. Ну, а почему в Дании там нет таких, геи, они не рождаются, там какая-то другая жизнь. Нет, в Дании есть идеи, рождаются, и Дания, она славится своими инновациями. Вот. Тут, наверное, какой-то личный мотив, что у меня... Или кинуло на родину тебе, да, на столе? Да, хотелось всегда исследовать, а что же там происходит в этой матушке России. Вот. А просто все боятся уезжать из Дании, из других стран, когда они там, когда все там тепло и греет место. Я вот первый исследователь, всем советую. У меня сейчас... У меня просто тоже друзья есть вот из Беларуси, из России, в Дании, которые там прожили долго. Они тоже начинают свои проекты, вот, и с нашими... С россиянами, с белорусами. Они сейчас тоже будут следовать моему примеру. Ну, это правильно. Если вы со мной согласитесь, я буду очень рад. Мне кажется, поскольку мы неоднократно в этой студии с разными, да, гостями, обсуждая эту тему, все-таки у России по разным, конечно, объективным и субъективным причинам, но у нее... у стартапов здесь большое будущее. Здесь есть почва, на которую, да, можно вот это дело положить. И перспективы развития здесь гораздо более, да, гораздо более далекие или гораздо более широкие, нежели у уже устоявшихся Америки, Европы, да, и так далее. Просто там, да, огромная конкуренция. У меня знакомый, который приезжал, вот сейчас общался недавно, из Англии переехал в Россию, и вот на всякий случай смотался еще в Америку, чтобы посмотреть, как там. Как там, да. Приехал обратно, говорит, Москва и никуда больше, потому что конкуренция настолько большая, что ты должен выбрать нишу, исследовать ей, ну, всю свою жизнь. Жестко, жестко, да. Значит, ты никому не нужен, да. В России встречаешь мастеров на все руки, которые занимаются пятью, там, делами, направлениями, у них все получается, вот, на Западе это большая редкость. Ну, то есть в данном случае мы говорим, да, что вот российская действительность, хороша она или плохая, это уж, так сказать, дело абсолютно субъективное, но возможности дает, да, вот имя возможности. Ну, она дает возможности, да. С другой стороны, конечно, наверное, у нас не очень просто делать бизнес, но я хочу сказать, что вот благодаря тому, что Никита приехал в здание, а по происхождению Беларусь, то у нас сейчас команда, она, в общем, как бы... Интернациональная. Интернациональная, да. У нас дизайнер вот остается, есть в Дании сейчас, Дмитрий, который вот скоро у нас будет редизайн, и я думаю, что он будет очень крутой такой в датском... Мы хотели уже переходить на этот GMT, часовой пояс, потому что однажды мы работали в четырех разных часовых поясах. Трудно договориться о времени. А сама вот команда разработки и разработчиков, она у нас сейчас в Беларуси, потому что Беларуси, это, в принципе, ну, страна, где очень много вот качественных, хороших программистов, там хорошее образование, вот именно техническое. Но они не удел, да, оказались? Да. Ну, многие работают на американские компании, но, то есть, их там, в принципе, концентрация гораздо больше, а спрос на них, в общем, меньше, чем в России. Поэтому вот... Кстати, по поводу программистов, это все-таки понятно, да, что достаточно такая узкая специализация, ребята своеобразные и высокооплачиваемые. В Беларуси и такая же история, как и в России? Ну, в целом, да. Я думаю, что, конечно, программисты в России, в Беларуси, наверное, чуть-чуть дешевле, чем в России, это тоже как некий, ну, определенный плюс для стартапа. Вот, но ребята своеобразные, как и все программисты. Да, ну, тут всегда есть такой трейд-офф. С одной стороны, хочется работать с программистом, который рядом, и это дает относительно... Ну, рядом физически-то имеется, да, что ты можешь сегодня встретиться с ним, что-то там... Потому что, да, мы стремимся, чтобы все в команде, начиная от верстальщиков, заканчивая программистами, я не знаю, кем угодно, понимали, что сейчас происходит, для кого это делается, и понимали полностью пользовательский сценарий. Вот, но есть экономические нюансы, потому что у нас огромный продукт, сервис, на самом деле, требует большой команды, ну, по меркам стартапа. Вот, поэтому нам приходится выбирать Минск. Да, то есть, другими словами, да, пригласить этих ребят сюда было бы экономически гораздо более затратно. Да, или найти здесь вот такую же команду, это стоило, я думаю, существенно дороже. В конечном итоге это влияет на что? На некую коммуникацию? То есть, ваши идеи, они находят воплощение чуть позже, да, если бы программиста видели вот здесь, за соседним столом? Конечно. И если, вот существуют вот прям два движения, две школы, которые верят в дистанционное вот это управление, сотрудничество, которые не верят в взаимодействие, да. Вот, есть книги и по тому направлению, и по другому. Ну, ничего, главное, если есть книги, значит, все реально. Мы сейчас еще раз новости на Финал ФМ послушаем и продолжим наш разговор. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Я еще раз напомню, сегодня у меня в гостях Дмитрий Саушкин и Никита Шелинок, соснователи сервиса Bumi.ru. Занимаются они, собственно, да, предложением по обмену и продаже модных вещей. И это тема нашей программы. Время ответить на вопросы, я некоторые из них процитирую. Итак, Денис из Москвы пишет. Добрый день. По опыту своего проекта могу сказать, что монетизация через комиссию слишком маленькая. Работать будет только предоставление дополнительных или конечных услуг. Вы об этом говорили, да. То есть какие-то, так сказать, смежные вещи. Вот. Ну, и он приводит в пример собственный бизнес, который мало приносит, да, ну, видимо, в сравнении в основной своей части, а вот дополнительный, соответственно, монетизирует. Согласны с этим, Дим, или может нет? Ну, наверное, не совсем согласны. Значит, во-первых, конечно, речь будет идти о том, какая будет комиссия в денежном выражении, и какое количество вот этих сделок будет. То есть в процентах или в абсолютных цифрах? Ну, в абсолютных. Абсолютно. То есть вот мы, например, сейчас в нашей бизнес-модели, которую мы закладывали, мы полагали, что средняя стоимость купленной вещи у бутика сейчас будет составлять порядка, там, трех с половиной тысяч рублей. Хотя у нас на сайте есть вещи и за шесть тысяч, и за двадцать тысяч. Ну, не, понятно, понятно, да, чтобы некую статистику провести. И в среднем мы говорим, что там при десяти-пятнадцати процентной комиссии, ну вот... От трех тысяч, да, десять процентов, вот вам триста рублей. Вот триста рублей. И здесь, ну, как бы наша задача, как вот основатели ресурса, с одной стороны, сделать настолько удобный и вот привлекательный сервис для бутиков, для вендоров, чтобы они были готовы платить вот эту комиссию. А комиссию платит продавец, да? Комиссию платит продавец, да. Причем продавец как при сделках там с вендорами, так и между пользователями. Вот, а для пользователей наша задача сделать сервис, ну, настолько, как бы удобный с точки зрения и безопасный с точки зрения там совершения транзакций, операций. В целом, вот если, например, посмотреть на вот этот западный пример, Etsy, они берут деньги в два конца. С одной стороны, за загрузку вещи, а с другой, там, по-моему, загрузка вещи стоит около 20 центов. А с другой стороны... Стандартно она не связана со стоимостью вещи. Да, да, она не связана. И второе, это за транзакцию, которая прошла там по кредитной карте через сайт. Ну, вообще, конечно, учитывая, что... Ну, то есть, другими словами, смотри, если, так сказать, да, таким более обычным, реальным языком, то есть есть плата за аренду сайта, условно говоря, да, за место, которое, да, вы берете, чтобы свой товар рекламировать. И если она продается, еще и плата за то, что это удачно. Ну, да, да. Безусловно, мы хотим, ну, первое, чтобы продукт был массовым. И второе, чтобы, конечно, создать некую такую, ну, инфраструктурную платформу, на которую будут нанизываться уже другие сервисы. Для нас они побочные, но все они, безусловно, должны монетизироваться и приносить какой-то доход. Ну, опять же, почему комиссия на первом месте? Потому что это спрос. А без спроса на маркетплейсе, то есть на площадке, никому этот сервис не нужен. А они вместе коррелируют. Поэтому для нас это хорошая метрика и понятие, то есть сколько у нас продаж, насколько интересен наш продукт, сервис другим. Я понял, я понял. Хорошо, еще один вопрос от Дмитрия. Какова стратегия продвижения проекта? Как люди узнают о вашем проекте? Ну, я имею в виду, наверное, да, Дмитрий интересуется вами, а в принципе подобные проекты, вот, каким образом вы продвигаете? Как продвигаются? Подобные или этот? Ну, мы говорим об этом, ну и в принципе, да, как подобные продвигаются, интересно. Давайте я, наверное, начну в двух словах. Если мы говорим про подобные, вот, например, тот же самый Etsy, там магазин, ну вот этот не магазин, а проект получил продвижение в тот момент, когда продавцы начали делиться о том, ну, со своими друзьями о том, что они размещают вещи там. То есть это не рекламная модель, то есть эта модель отличная от Авито. И вот за, ну, как бы, ближайшие последние, наверное, два-три года у них идет очень активный масштабный рост именно за счет вот этих социальных коммуникаций. В целом мы, конечно, тоже в первую очередь рассчитываем на продвижение социальное. То есть это некое сарафанное радио? Это сарафанное радио, да. Причем мы хотим, ну, как бы, мотивировать как продавцов говорить о нас, так и покупателей, которые заходят на сайт посмотреть, поискать, чтобы они приглашали своих друзей, чтобы они, ну, подруг, чтобы они формировали вот эти вот группы, о которых мы говорим. То есть в первую очередь это, конечно, сарафанное радио. Кстати, в вашем случае сарафанное радио – это буквальное название, да? Да, да, так оно и есть. Вообще в Америке есть движение Growth Hacking, это называется взлом роста. Вот опять же, почему мы занимаемся социальностью и виральностью, потому что мы верим, что мы не деньгами купим трафик, а вот какими-то такими инструментами. И все эти инструменты, их надо тестировать. Есть определенные методологии, вот, потому что… Ну, а какие все-таки, Никита, какие инструменты, например, взлом роста? Взлом роста. Взлом роста продаж, я так понимаю, да? Резко увеличивается продажа. Почему? Потому что я что сделал? Хорошо, вот наш пример. Классический пример. Можно тратить деньги на привлечение трафика из тизерной, ну, благодаря там тизерной рекламе, там, каким-то AdWords, к ключевым словам. Вот, стоит это примерно нам 500, от 500 до 1000 рублей. Ты должен показать этот баннер тысяче человекам, а вот там где-то 10 человек согласятся. Зайти на сайт и сделать действие. Что такое growth hacking? Мы выясняем, что, оказывается, если мы приглашаем людей личностно, через вот эти, может, там, какие-то сообщества, общаемся с ними, то цена такого приглашения, она падает в раз 30. Значит, мы можем позволить себе привлечь в 300 раз больше людей. Это называется growth hacking, когда путем постоянного анализа, тестирования, маленьких проб, вот, чем больше вы пробуете, экспериментируете, тем быстрее вы выйдете на эффективный канал. А они иногда дают вот такие хорошие сюрпризы. Неожиданно причем. Неожиданно. Я вот еще пару слов скажу, что мы в декабре провели небольшую рекламную кампанию, потратили небольшой бюджет, чтобы протестировать каналы, чтобы посмотреть, откуда какая аудитория приходит и что получается. Что как работает. Да, а вот в феврале у нас там вышло несколько статьй. Одна статья вышла, Цукерберг позвонит, а вторая на афише. И мы поняли, что вот та аудитория, особенно, которая вот сидела на афише, которые пришли просто вот по пиарной статье, ну, пиарно имеется в виду, она не продукт, она рассказывала о проекте. Она не пиарила сам, ну, как бы, продукт. Ну, да, ваш, вашу непосредственную службу. И мы выяснили, что та аудитория, которая приходит, она, во-первых, задерживается на сайте, она проводит много времени, она там регистрируется. То есть вот для нас это тоже было, ну, как бы, очень интересно. А вот в чем интересно, то есть, ну, я попытаюсь, да, для себя сформулировать. Люди, которые приходят на афишу, они каким-то образом, может быть, иначе мыслят, да, иначе чувствуют, иначе видят, что их это вот оп и заинтересовало. А на других ресурсах, да, ваша ссылка, она так, ну, может быть, там, кликнул, а может быть, и кликнул, потому что мне это интересно. Да, именно так, что вот этот ресурс, он, как бы, созвучен с нашей аудиторией, и, соответственно, вот то, что мы пропагандируем, конечно, да, для них это близко. И поэтому вот они заходят, и конверсии растут, и действия какие-то совершаются. Хорошо, хорошо. Времени не так много осталось, давайте все-таки мы вернемся опять к этой теме. На ваш взгляд, на ваш взгляд, поскольку все-таки, да, этому бизнесу, вашему конкретно, не так много лет. Ну, меньше года, на самом деле. Меньше года, тем более даже лет-то это слово здесь неуместно. Но, тем не менее, я так понимаю, все-таки планы у вас, да, достаточно средние и долгосрочные. На ваш взгляд, вообще, приживется это, да, какое развитие это получит в ближайшее время, ну, учитывая и реалии экономические, и ментальность пресловутую, ну, и остальные, остальные, там, то, о чем мы говорили, конкуренцию, отсутствие, там, может быть, каких-то прецедентов еще в России. Я начну, Никита, продолжай. Давай. Первое, я думаю, что проект, он актуальный. И вот сейчас уже мы изначально нацеливались на аудитории хипстеров. Вот, этот ресурс для них, они, как бы, готовы воспринимать эту информацию. Я думаю, что, да, и мы, соответственно, нацелены сейчас на получение именно вот такой аудитории, которая созвучна с нашим проектом. Целевой. Целевой, да. У нас есть уже, как бы, планы по различного рода, там, механизмам роста, но это, наверное, есть смысл делать уже либо, там, ближе к концу этого года, либо на следующий год. Сейчас наша задача, вот, заточить именно продукт, сделать, вот, продукт-фит. Да, я очень сильно верю в тему маркетплейса, ей быть в России. Вот, как вы говорили, мы первые, не первые, но, наверное, первые. Ну, наверное, первые. Пионеры, да. Вот, поэтому обязательно должны испробовать этот, эту сферу. Ну, а потом, я думаю, что еще вот западное все-таки течение, западные вот эти влияния, они, безусловно, придут в Россию, и они вот... Ну, они приходят уже. Они уже приходят, да. Уже россияне активно пользуются там теми же самыми сайтами Airbnb активно. И вот эта концепция, она уже вот близка нашим людям, поэтому я думаю, что вот этот тренд, который, безусловно, будет только расти. И вот наша задача сейчас, этот тренд вовремя оседлать, и вот на этой волне... Нет, нет, вы это нормально, да, вы, по сути-то, этим и занимаетесь сейчас. Все-таки еще один момент какой. Я вновь хотел бы, да, может, сосредоточиться на своеобразии, да, россиянина, российского отношения. Вот на ваш взгляд, ну, помимо того, чем вы занимаетесь, фэшн, да, мы говорили о многих других отраслях, да, которые могли бы... Ну, вот ты рассказывал об Америке, там принято это и в рамке, там, недвижимости, да, с точки зрения автомобилей, там, и так далее. Вот россиянин, что ближе еще, помимо одежды, может быть? Я думаю, что тема номер два, это, безусловно, все, что связано с детскими вещами. С детскими. Да, это, мы даже сейчас уже, в общем-то, получаем огромное количество запросов, а вот почему бы вам вот такое направление не сделать? Они, как правило, все сейчас вот детс, именно о детских вещах. Плюс там потребность такая, что ребенок очень быстро вырастает. Ну, да, мне кажется, это уже самое логичное, в принципе, да, ведь не секрет, что, да, на ребенка тратится огромное количество средств, именно потому, что он постоянно, постоянно, да, мы, точнее, родители постоянно вынуждены менять одежду, он все время вырастает, и обращаемся к своим знакомым, да, да. Ну, так вообще, конечно, направлений много, которые мы хотели бы сделать, я думаю, это и Никита вот тоже уже говорил. Вот я не знаю, направление не направление, но аксессуары, вот если разделить это одежда, там критически отличается процент возврата, потому что это все, там, оно one size, один размер, вот, просто некоторые запускают это как отдельную категорию. Ну, с другой стороны, смотри, критически отличается размер возврата, то есть я могу, почему предложить для продажи вещь, потому что она мне не подошла, я ее в магазине померил, а дома пришел, оказывается, что-то я там как-то усох по дороге или наоборот, ну, или не так, или по цвету, по цвету, да, 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 а в этом случае размера-то нет, да? Да, 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 именно поэтому. Хорошо. Люди смелее покупают и не возвращают их. И не возвращают. Да, ну, это в плане продажи, наверное. Я понял. Ну, как бы то ни было, в любом случае, да, я понимаю, что перспектива огромная, и надо только этим заниматься, что очевидно. А мы будем, да, мы будем заканчиваться, время, к сожалению, заканчивается. Уважаемые друзья, я обговорю вас за то, что вы нашли время посетить нашу сегодняшнюю студию. Я напомню, для вас, слушателей, в гостях были Дмитрий Саушкин и Никита Шелинок, сооснователи сервиса Bumi.ru. Напомню, что такое Bumi. Bumi Fashion – это смесь авторского бутика, европейской барахолки онлайн и социальной площадки людей, которые любят часто обновлять гардероб и уважают Сэхэнкэ в лучшем смысле этого слова. Ну, собственно, но об этом мы и говорили уже целый час. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. Вам, гости, успехов в вашем нелегком бизнесе. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания.